МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы хотим в этой части подключить и общественные организации, и ТОСы, и старших по домам, для того, чтобы выявлять такие случаи и вовремя их пресекать. Сегодня, к сожалению, эта работа хоть и ведется, но с учетом таких больших экономических потерь и реального факта, что, к сожалению, нелегальный алкоголь в Ульяновской области можно купить, и об этом говорят и в средствах массовой информации, и в интернет-сообществе. Это большая проблема, которую сегодня мы будем обсуждать. По данным Роспотребнадзора, только за шесть месяцев этого года на территории области зарегистрировано больше 300 отравлений, связанных с употреблением алкоголя. Печальную статистику можно приводить бесконечно. Главное предложение парламентариев – ограничить продажу алкоголя по пятницам. Однако с этим, согласно, далеко не все жители. О чем говорят, что в какие дни продавать, три дня не продавать, в пятницу или в какие-то. А я считаю, что корень проблемы не в этом, сколько дней будут продавать, а корень, почему в жилых домах везде, даже я закусочные не могу назвать, забегаловки. Представители общественности выступили за усиление профилактической работы. Участники озвучили ряд предложений, среди которых активизация работы органов УВД по борьбе с нелегальным алкоголем, введение уголовного наказания за производство и продажу спиртосодержащих жидкостей. Дарья Судрева, Руслан Баталов, Новости Ульянской правды.